Ехиноцея пурпурная – одно из самых полезных лекарственных растений. Ее яркие, похожие на ромашку соцветия радуют глаз, а насыщенный состав обеспечивает антибактериальный эффект и укрепляет иммунитет. Современная медицина признает ехиноцею пурпурную эффективным средством профилактики и лечения инфекций дыхательных путей, а также мощным иммуномодулятором. Ехиноцея повышает устойчивость клеток к негативным воздействиям природы извне, активирует работу лейкоцитов и препятствует размножению вирусов и бактерий. По данным исследованиям, применение экстракта эхиноцеи на начальной стадии простуды снижает симптоматику на 25%, а профилактический прием оказывает иммуномодулирующий эффект и уменьшает частоту простудных заболеваний на 65%. Уровень лечебного потенциала этого растения не уступает даже мощным антибиотическим препаратам. Эхиноцею пурпурную нередко используют вместо лекарств. Благодаря наличию эфирных масел, витаминов А, С, Е, органических кислот, природных атимикотиков, гликозидов, дубильных веществ, антиоксидантов и таких микроэлементов, как железо, селен, кремний, кальций, общая польза эхиноцеи приравнивается к действию нескольких лекарственных средств. Активные вещества эхиноцеи пурпурной участвуют в кровотворении, что стимулирует формирование ногтей, ногтевых пластин, волос и зубов. Предупреждают старение клеток, препятствуют развитию опухолей, активизируют синтез интерферонов и повышают иммунитет, связывают свободные радикалы и токсины и способствуют их выводу. Поддерживают процессы восстановления поврежденных тканей, усиливают защитный потенциал печени. В отличие от других лекарственных трав фармакологический интерес представляют наземные части эхиноцеи, соцветия, стебли и листья. Заготовку надземных частей, соцветий и листьев проводят во время цветения в период с июля по август. Однако цветы созревают все постепенно, поэтому и сбор происходит постепенно по мере созревания цветков. Собранное сырье сушат в хорошо проветриваемом помещении или на улице, в тени под навесом. Высушенное сырье упаковывают в холщовые мешки или деревянные коробки, или стеклянные банки. При каких заболеваниях помогает эхиноцея? Мощное воздействие активных компонентов эхиноцеи пурпурной позволяет усилить терапевтический эффект при лечении большинства инфекционных заболеваний, включая венерические, а также при обострениях неврологического характера. Из эхиноцеи делают отвары, настои, чаи, экстракты. Применение экстрактов растения показано при респираторных и вирусных заболеваниях, гриппе, ОРЗ, болезнях с хроническим течением, гепатитах, гевматоидных артритах, простатите, нефрите и цистите, поражении кожи, гнойных ран, трофических язвах, фурункулезах, экземе, псориазе, ожоги, включая и солнечные. Патология лорорганов ринити, фарингити, танзелити, синусити. Грибковые поражения, такие как молочница, инфекционных патологиях, поражение мочевыводящих путей, гонореи, сифилиси, брюшном тифе, скарлатине, менингите, тифе, малярии, дифтерии, вирусы, папилломы человека. Кроме того, применение эфиноцелии и лекарственных препаратах с её содержанием уместно при септических процессах, укусах пчёл, комаров, змей, обострении вируса герпеса, геморроя, онкологических процессах, стрептококковых инфекциях, а также головных болях и головокружениях. Активные вещества травы способствуют увеличению количества лейкоцитов в крови и стимулируют выработку иммуноглобулинов, повышая тем самым иммунитет человека. Успешное распространение эфиноцея пурпурная получила при лечении детских респираторных заболеваний. Усиливая сопротивление организма к поражению вирусных инфекций, растение позволяет не только сократить период выздоровления, но и укрепить иммунную систему ребёнка. Также доказано, что употребление средств из эфиноцеи останавливает развитие злокачественных образований уже в начальной стадии. Один из компонентов в составе травы гликопротеин обладает способностью прямого воздействия на атипичные клетки. Кроме того, общее воздействие активных компонентов в составе растения обеспечивают мощную поддержку иммунной системы, стимулируют синтез интерферона, усиливают функционал Т-лимфоцитов, увеличивают количество фагоцитарных клеток. Употребление средств на основе эфиноцеи это отличный способ профилактики онкологических заболеваний. Известно, что будущим мамам противопоказано большинство традиционных лекарственных препаратов во время беременности, поэтому предпочтение обычно отдается средствам на растительной основе. Так как эфиноцея входит в список наиболее популярных иммуномодулирующих растений, то ее выбирают в первую очередь. Однако, мнение медиков по этому поводу расходится. Причина в том, что исследований влияния эфиноцеи на развитие беременности и плода проводилось крайне мало. И хотя определенных противопоказаний к лечению эфиноцеи беременным не выявлено, врачи не рекомендуют применять средства на основе растения более одной недели. Несмотря на множество лечебных свойств, эта трава имеет ряд противопоказаний, а именно ее не рекомендуют употреблять при туберкулезе, после пересадки органов, если имеются аллергия, при дисфункции печени. Также категорически противопоказано применение эфиноцеи при аутоиммунных и системных патологиях, таких как лейкоз, СПИД, ВИЧ-инфекции. Будьте здоровы, любите природу, изучайте травы!